Начинается все у нас опять с такого понятия, как градостроительные документы. Принимая решения в интересах таких людей, как Сабленда, которым на халяву достается земля, естественно, ее надо застраивать. Что такое застройка? Это же не просто дом, который квартира и все. Это водоснабжение, это водоотведение, соответственно, это электрификация. Надо понимать, что при таких объемах область уже мало справляется с тем, чтобы подключать центральные сети от электричества до водоснабжения и водоотведения. Старые магистрали, которых мощностей хватает вот-вот уже на существующие дома, подразумевают, что любой новый застройщик должен неким образом финансовым поучаствовать в приведении данных сетей в порядок с расширением мощностей. Но, как водится, у нас людям очень хочется получать чистую прибыль, и поэтому вопросы участия их в как раз-таки работах, которые могли бы позволить подключение, они сводятся к минимуму, либо отсутствуют вообще. То есть несколько лет у нас гремела такая тема, как купеленка. И есть ровно в каждом поселении, где существует высотная застройка, ровно тоже ситуации. То есть на месте у нас бывших теплиц в сельском поселении упраздненном Молковское построен микрорайон Новомолоково. Новомолоково у нас имеет водоснабжение от центральной сети, еще там какие-то работы проводились. Но водоотведение, то есть назовем это сброс нечистот, мы имеем в водный объект. Это ручей. Чтобы понимать, какие объемы сбрасывает микрорайон, то есть видео, я думаю, собственно говоря, сможем показать, что это из себя представляет. На тот момент, когда только Новомолоково было подключено к этому условному ЛОСу, в Министерство экологии были обращения, которые в итоге признали нарушение. То есть общественники сами брали водозабор на пробы, где калобактерии по показаниям превышали норму в 10 миллионов раз. То есть когда вам сотрудник лаборатории говорит, что у вас течет, там живое, извиняюсь за выражение, говно. Тогда министр бытности экологии у нас, забыла уже фамилию, так они меняются хорошо. Коган. Коган. Очень активно доказывал, что ЛОС это та жизнеспособная система, которая в состоянии производить очистку стоков до состояния технической воды. То есть вот эти 10 миллионов раз превышение, это у нас оказывается техническая вода. И казалось бы, то есть есть точка вот этого напряжения, есть Новомолоково, решить этот вопрос, насколько мне возможно в принципе. То есть это нужно ввести, опять же, систему централизованного водоотведения и прочее. И оставьте это все как есть. То есть как-то там труба, Москва-река, попутно какие-то изыскания, да, возможность там договориться с тем же совхозом о Сервитутино, проведение этих канализационных труб, или там использование курьяновских очистных там филиалов деревни Андреевская с расширением мощностей. Но нет. Интересы наших землепользователей расширяются, и появляется у нас такой новый микрорайон, пригород лесной. И ничему у нас не учатся ни застройщики, ни власти, никто. И у нас новые объемы первых двух очередей подсоединяются на тот же ЛОС. Ровно на тот же. Вот сейчас организуем новую рабочую группу по, значит, работе по данному вопросу. Потому что уже хочется понимать, будет третья очередь, будет четвертая, будет пятая. По новому ПЗЗ, который у нас приняли, значит, у нас планируется установка этого ЛОСа на берегу Москва-реки с объемом 80 тысяч кубов в сутки сброса. Опять же, понимая, да, что будет сбрасываться в федеральную реку, река федерального значения. Соответственно, хочется возобновить эту работу с вопросом, ну, уже доколе, да, может быть, действительно пора принимать мораторий на застройку с учетом хотя бы даже экологической вот этой катастрофы, которая существует абсолютно везде. Остров, дома многоквартирные подключены. И платят люди же за это водоответение. То есть надо понимать, что люди платят за эту услугу, как будто эта услуга у них работает. То есть в среднем 103 тысячи или 112 тысяч, уже точно не скажу, в год платят несколько двухэтажек за то, что их водоток проходит через разрушенное КНЕС, абсолютно разрушенное видео тоже будет. И, соответственно, самоходом стекает даже не в ручей, а на рельеф. На рельеф сельскохозяйственного угодья. Та же самая ситуация, вот, наверное, более подробно сможет Анатолий рассказать про Суханово и остальные, ну, собственно говоря, такие же напряженные точки. И, в общем-то, экологическая ситуация на данный момент заключается в том, что мы утопаем, ну, в общем-то, в стоках. Это с учетом того, что эта стройка будет продолжаться. Да, у нас вообще такая проблема не только в Молоково, она повсеместная. И вообще все это следствие, опять же, отсутствие планирования. Отсутствие банального стратегического планирования. То есть даже если мы опустим тот вопрос, каким образом эта земля досталась этим собственникам, да, там, всяким сабленам, там, самолетам и так далее. Даже если мы опустим вопрос, то, что строительный капитал хочет там неограниченно обогащаться, и то, что подмосковная земля, она там, именно им выгодно строить жилье, что есть спрос на него. Даже если мы опустим все эти вопросы, то все равно при наличии грамотного стратегического планирования на уровне генеральных планов, на уровне схем водоотведения и водоснабжения, можно было бы грамотно, в принципе, выстроить всю нашу здесь жизнь. То есть, ну, объясню как. Должен приниматься, разрабатываться там целыми институтами, да, приниматься с учетом общественного мнения, там, депутатами нормальный генеральный план, да, не картинка-раскраска, да, под угоду застройщику, а генеральный план, который бы предполагал определенную очередность ввода разных мощностей всех ресурсов, да, подключение там к системе, там, Мосводоканала, подключение к системе, может быть, там, каким-то, вот, как Ольга сказал, Курьяновским, очистным и так далее, да, то есть со всеми вот этими необходимыми расчетами. И, пожалуйста, вот после того, как эта схема будет разработана, приходит, допустим, собственник какой-то земли, вот, и говорит, я хочу здесь строить микрорайон. Ему говорят, смотри, вот для того, чтобы тебе здесь построить микрорайон, да, тебе его нужно подключить к этому, к этому, к этому, вот тебе счет. То есть, ты должен оплатить в бюджет вот такую сумму денег за, как бы, подключение. Туда и дороги должны быть подведены за счет этих денег, и там, может быть, скоростной какой-то транспорт и так далее. Вот, в итоге он платит эти деньги, получает разрешение, да, некий билет, как бы купил входной билет, так скажем, да, в Ленинский район. И он, значит, спокойно строит свои дома, а на эти деньги, которые он внес в бюджет, соответственно, подводится туда централизованная канализация, там, водоснабжение, там, подводится, там, дорога, там, многополосная, там, строится, там, условно, какое-нибудь легкое метро, там, и так далее. И при таком раскладе подключаются, там, все местные деревня, которые, там, ну, так сказать, не были никогда подключены, да, к канализации. Вот. И при этом получается, что выгода будет не только застройщику, который строит квадратные метры и их продает, но и местным коренным жителям, которые здесь жили всегда, потому что они уже вместо, там, значит, вот, погребных ям, да, получат нормальную канализацию полноценную, они, значит, уже, там, получат нормальный скоростной транспорт, что они, там, выйдут из дома, пройдут, там, 500 метров, сядут, там, в метро, условно, да, и поедут на работу, и так далее. То есть, получат какие-то, реально, плюсы блага цивилизации. То есть, даже вот при условии вот такого интенсивной застройки Подмосковья можно было грамотно все это выстроить в общественных интересах. Но нет, никому это не нужно. Вот, потому что те, кто принимает генпланы, их, опять же, да, то есть, вот у нас представительный орган, Совет Депутатов, да, выборы 19-го года показали, как у нас сформируется Совет Депутатов. Они были неконкурентные выборы. То есть, всех, кто, так сказать, мог составить конкуренцию, их всех срезали, вот, и наполнили Совет Депутатов, там, на 90% там, или около того людьми, значит, которые, их задача, в общем, просто поднимать руки за нужные решения. То есть, не вдумываясь абсолютно, да, там, какие они решения принимают и какие это несет последствия. И вот, в результате мы имеем то, что имеем. То есть, неограниченное обогащение собственников вот этих землевладельцев, абсолютно ничем не ограниченное, и полное отсутствие их обязательств перед муниципалитетом, перед обществом. Никаких обязательств. То есть, льется нечистоты прямо там в ручьи, на рельеф, в реке. Поэтому у нас все реки сейчас практически загажены. Вот недавно совсем, значит, в Сухановском пруду вся рыба всплыла вверх дном. Там вот такие огромные щуки, там, да, были вот на фотографиях жителей, на видеосъемке. Опять же, в чем проблема? Да, был сброс на очистных сооружениях в Боброво. Вот новые микрорайоны, там, группа компаний ПИК. Куда сливается, значит, канализация из, значит, Государева дома? Тоже вопрос, да? Мы вот сейчас сделали запросы, значит, наш Ленинский союз активистов. Будем все это выяснять. Потому что нам говорят, что Государев дом тоже подключен к этим большим очистным сооружениям в Боброво. Тем не менее, у них есть ливневые очистные сооружения, которые даже в засуху, то есть, там, две недели не было дождей, а оттуда, значит, какая-то мутная пенистая жидкость льется. То есть, понятно, что туда хозбыт тоже попадает. Вот, плюс есть там какие-то у них, видимо, ну, может, по ночам или когда-то происходят аварийные сливы. Потому что вот люди, значит, те вот наши активисты, кто туда ходили, они снимали, видят, там, на уровне чуть ли не метра высоты, на кустах висит, там, туалетная бумага, значит, извиняюсь. Вот, то есть, это говорит о том, что там огромный шел поток, как бы, вот этих нечистот. Там никакой очистки даже речи не идет. Естественно, там вся живность, вся экология просто уничтожается в усмерть. То есть, фактически идет просто уничтожение нашей среды обитания. Ну, геноцид, по сути, происходит. Вот, все реки практически у нас в таком состоянии. Вот, значит, первая вот эта ситуация, самая громкая, возникла на реке Купеленке. Вот, там ничего бы не сдвинулось с мертвой точки, если бы просто в один прекрасный день где-то примерно 500 жителей микрорайона Купеленка просто не вышли бы на улицу и не пошли бы на местное совещание администрации. Вот, есть там вот это все в интернете видео. То есть, вот только за счет того, что они сумели вот так вот выйти, организоваться, и только после этого начало что-то сдвигаться с мертвой точки. То есть, начался процесс переподключения этих микрорайонов уже к центральной городской канализации. И то, вот, например, соседний микрорайон Завидное. Там, во-первых, этот процесс, в отличие от Купеленки, будет идти за счет бюджета. Бюджета Московской области, потому что там для местного бюджета деньги неподъемные. Вот, и эти сроки сейчас пытаются сдвинуть на более поздние. Вот, а это что значит? Что, значит, Купеленка вот по опросам в Доброделе, недавно прошедшем, заняла первое место по Московской области среди тех рек, которые нужно очищать. То есть, вот, жители нашего Ленинского округа проявили необычайную организованность, больше, чем жители, видимо, всех остальных муниципалитетов. И из всех предложенных рек, за Купеленку она там лидирует с огромным отрывом. Проголосовали за то, чтобы ее включить в программу реабилитации рек. Получается, что люди проголосовали. То есть, она должна быть включена в эту программу. Но обязательным условием для включения в программу является отсутствие источников загрязнения. Но это логично. Какой смысл очищать, если туда все еще гадят? Вот, а получается, что вот такая несогласованность разных ведомств. То есть, к примеру, Минэкология готова их включить в очистку, а Министерство ЖКХ не готово выделить деньги на переподключение к центральной канализации. То есть, это значит, что опять могут сдвигаться сроки. Ну и что, получается, опять должны 500 купеленцев выходить на улицу? Ну, это же не выход тоже. Ну, мы же все как бы цивилизованные люди. Ну, давайте как-то решать вопрос по нормальному из соображений исключительно какой-то целесообразности. То есть, что такое, когда вот пока не выйдешь на улицу, ничего не происходит? Это ненормально. Ну, на самом деле, с выходом на улицу, ведь предшествуют этим событиям, всегда решения, которые у нас принимают те органы, которые в компетенции эти решения принимать. Ну, и вот банальный пример, да, принятие градостроительных документов по тому же Молоковскому. Объявляется целый том документации, посвященный водоснабжению и водоотведениям, некой государственной тайной. То есть, у нас градкодекс нам говорит, что принимать можно только после ознакомления с данным томом. Это целый том документации, посвященный тому, как, где, в каких объемах будет, куда подключено, где сливаться, где там эти конояски, где точки сброса. И совет депутатов, который тянет руку за принятие данного документа, вместо того, чтобы сказать области, что, ребят, хорошо, это государственная тайна, а мы орган, который будет принимать. Либо вы нам даете удобоваримую информацию, нам не нужны точки прохождения этих трасс, но вы нам даете удобоваримую информацию о том, как это будет выглядеть. Либо у вас этот документ будет лежать до Морковкина заговня без принятия его, но проявить подобную, собственно говоря, некую такую твердость характера, у нас наш совет депутатов не в состоянии, он очень гибкий у нас, да, вот он как тростник на ветро. В итоге вот такие решения говорят о том, что потом там выходили 500 купеленцев, и здесь пойдут потом 500 пригород лесновцев там, или молоковцев, или там новомолоковцев. И так будет по всему, собственно говоря, округу, ровно потому, что это решение было принято когда-то кем-то. Ну, в целом, вы вот напрашиваете сам, что активность граждан как раз может повлиять на изменение ситуации к лучшему. Это обязательно условие. Призываем всех вступать в союз активистов, и таким образом, когда там будет больше людей, чем в партии «Единая Россия», вот тогда все будет решаться гораздо быстрее в интересах людей. Ну, будем следить за развитием событий. Спасибо. Спасибо.